Hello. Что делать, если не поступил в ВУЗ? Провалился, не поступил, готовился к экзаменам и в итоге не получил ничего. Первое, с чем сталкивается ученик, который не поступил в ВУЗ, это разочарование. Чувствуешь себя неудачником, больно, обидно. Кстати, небольшая ремарка. В первый год я не поступила, куда хотела. Это был не очень приятный опыт в том смысле, что я испытывала разочарование, но это оказалось таким хорошим пинком под зад. То есть из любой ситуации есть выход. И выход номер один. Если вы не поступили в желаемый ВУЗ, то подайте документы в ВУЗ, где меньше проходной балл, на ту же самую специальность или смежную специальность, чтобы потом вы могли без потери года перевестись в желаемый ВУЗ. Следующий ход развития событий для тех, кто не поступил в ВУЗ. Что можно еще делать? Есть такое понятие gap year. Практика очень распространена в европейских странах, когда ученики не ломятся сразу в ВУЗ, не понимая, чего они хотят, кто они, какие у них вообще желания, понимание профессии, дальнейшей жизни. Они просто останавливаются, сдают выпускные экзамены в школе и берут тайм-аут. Да, они идут работать, они идут снимать жилье, возможно, путешествуют самым бюджетным способом. Это на самом деле возможно и в России. Единственный момент, армия для молодых людей, ее, конечно, не избежать. Но сейчас это всего лишь год. И, так сказать, тоже gap year в русском формате для молодых людей. Важно согласовать это с родителями. Важно понимать, что родители могут с вами не согласиться. И тогда придется взять ответственность на себя. Но сейчас большинство ребят, которые выпускаются, им уже есть 18 лет, вы можете идти на работу. И как-то устраивать свою жизнь, это нормально. Я поддерживаю эту идею в том смысле, что ситуация, когда вас, например, запихивают просто в какой-то ВУЗ, и там, допустим, родители оплачивают обучение, и вам вообще нафиг это не надо. И вы не понимаете, что вы здесь делаете, зачем вы отсиживаете эти пары. Вот, по-моему, вот эта ситуация гораздо хуже, чем gap year. И то, что вы годик поработаете официантом, или пойдете стажером куда-то, да, попробуйте себя в одной, в другой профессии, и поймете, ваше это не ваше, чего вы хотите. Третий способ выжить для тех, кто не поступил в ВУЗ, это готовиться еще раз к ЕГЭ. И доздать те предметы, или пересдать те предметы, по которым вы получили не такие высокие баллы, которые необходимы вам для поступления в желаемый ВУЗ. Это возможно в том случае, если родители готовы, либо готовы оплачивать вам обучение и содержать вас, либо, если вы собираетесь, берете ноги в руки, идете работать и параллельно учитесь. Можно учиться на онлайн-курсах, сейчас это очень удобно, интерактивно, и не надо никуда идти, и не надо, в общем, ехать на какие-то курсы, идти к Марии Ивановне в квартиру, к репетитору, я имею в виду, и заниматься с ней. Поэтому всегда есть выход из ситуации. Вот какой месседж этого видео, всегда есть выход. Нет никакого алгоритма идеального, как кажется нашим родителям, который мог бы привести вас в какой-то идеальной ситуации, когда вы отучились, золотую медаль получили. Потом поступили в МГУ. И потом вы стали работать, я не знаю, в какой-нибудь крутой корпорации зарабатывали миллионы. Важный лайфхак. Миллионы зарабатывают только бизнесмены. Поэтому желаю вам строить свой какой-то путь, свое направление, верьте в себя и верьте тому, что у вас внутри, вашим желанием, потому что вам жить, не вашим родителям. Всех жду на своем годовом курсе подготовки к ЕГЭ. Это крутые интерактивные занятия, продуманные опытными преподавателями методистами. Это интересно, кайфово и результативно. Всех жду. Мы занимаемся с сентября по май. Ну и всем 100 баллов за Игорь, ребят. Пока, 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 пока.